Данный конкурс проводился в столице и результаты оказались для актюбинской молодежи ошеломительными. Учащиеся актюбинского колледжа связи электротехники заняли в результате первое, второе, третье места, а в командном зачете забрали даже гран-при. Вот, к примеру, десятиполосный анализатор спектрочастот. Аппарат придумали Михаил Ефименко и Александр Шаталов. На изобретение у ребят ушло порядка трех месяцев, все затратные материалы обошлись примерно в 10 тысяч тенге. Данный прибор предназначен для учебных целей. С его помощью учащимся легко можно будет проводить различные эксперименты. Наблюдать за разложением спектра сигнала. Сигнал подается на радиоприемник, наоборот, снимается с радиоприемника и подается на управляющую плату анализатора спектра. Здесь он преобразуется и впоследствии светодиодной матрицы мы можем наблюдать его. Также он имеет несколько режимов работы и вот так он работает в общем. Не менее интересен и, пожалуй, актуален и вот этот энергосберегающий преобразователь. Оборудование вполне можно использовать в быту. Подключив его к розетке, жильцы могут экономить до 30-40% электричества. Юные изобретатели надеются, что их новшеством заинтересуются предприниматели. За рубежом, говорят ребята, такие научные работы продвигает хорошая реклама. Наши казахстанские, они покупают за рубежом эти устройства за дорогие цены, например, за 150 тысяч. А мы это сделали за дешево. В общем, заказывали с помощью интернета с России элементы и сделали примерно за 25-30 тысяч. Сегодня в целях стимулирования призеров работники областного департамента юстиции наградили участников конкурса подарками и дипломами. К тому же защитники интеллектуальной собственности сразу же предложили ребятам запатентовать их изобретение. Чтобы, по крайней мере, они за собой зарегистрировали свои права и никто не мог без их, рядом, использовать. А в дальнейшем, если она пойдет в промышленное производство, то отчисления за использование их объектной интеллектуальной собственности. Лиза Сакиева, Александр Лизиновский, программа «Факт».